Теперь мы на спорте! Давайте, чтобы мне не путаться, я попрошу вас представиться, то есть как вас правильно представить, вы представители панкратионы или любители других видов единоборств? Давайте, Тимур, наверное, с вас начнем. Хорошо, я думаю, что в данном случае мы как популяризаторы спорта, особенно спорта единоборств в Кировской области, как мне кажется, о многих спортах очень много говорится в городе нашем, о единоборствах чуть поменьше. Я кандидат мастера спорта по смешанному единоборству, это очень близко с панкратионом, это тоже смешанное единоборство. Кандидат мастера спорта по спортивной борьбе, это то, что можно, допустим, здесь сказать, уместно будет. Роберт, как вас правильно представить? Здравствуйте, я являюсь жителем Кировской области, сейчас в данный момент здесь проживаю, я являюсь мастером спорта по спортивной борьбе, сейчас решил с этого года развивать в этом городе панкратион. Это древний вид спорта, который идет с Древней Греции, я думаю, всем он зайдет. Евгений, наверняка у вас тоже какие-то спортивные звания имеются? Да, я тоже кандидат мастера спорта по кикбоксингу и по ММА, сейчас преподаю в Академии тайского бокса, тайским боксом, уже с 16-го года его развиваю, и с Робертом тут подумали, почему панкратион не связать с этим. Давайте расскажем нашим слушателям, что вообще такое, что за вид спорта панкратион, чем он отличается от тайского бокса, от ММА, от смешанных единоборств, то есть есть какие-то, может быть, общие черты, есть различия, кто начнет? Роберт, давайте я начну. Различий, так сказать, в панкратионе, не сказал бы, что какие-то есть, самое главное различие, то, что этот вид спорта появился, самый первый, я бы сказал, потому что он идет с Древней Греции, как и борьба, на данный момент я скажу, что он особо и не изменился, добавилась только амуниция определенная для того, чтобы была меньшая травмоопасность, а так суть не поменялась, ну и добавились какие-то, конечно, еще определенные правила, потому что мы идем ногу со временем, поэтому правила все равно периодически меняются. Для чего это делается? Для зрелищности дополнительной, для того, чтобы меньше было травмоопасности, чтобы спортсменам было интересно выступать и продвигаться дальше, вообще заниматься этим видом спорта, как панкратион. Да, пожалуйста, Тимур. У меня в детстве было хобби, мне очень нравилась древнеримская история, я через нее узнал то, что они, так сказать, когда греческое войско победили, они тогда панкратион заменили гладиаторскими боями, то есть я сначала узнал о боях гладиаторов, а потом о панкратионе. И вот что интересно в панкратионе, все представляют бой, допустим, двух боксеров на ринге, и там судья ходит, так вот судья там был с палкой, то есть это интересная, отличительная черта, то есть у людей, наверное, было очень много мужества и храбрости, что приходилось даже палку иметь, да. Ну, на самом деле, как Роберт сказал, именно явных отличий нет, ну, не было такого спортивного оснащения, как сейчас, допустим, не было татами матов, там был песок очень мелкий, речной песок, да. Ну, не было такой хорошей экипировки, минимум защитной экипировки, да. Арсенал был очень приближен к боевому, то есть сначала это происходило из воинского искусства, то есть когда у тебя оружия не осталось, это средство последнего шанса. Из известных деятелей древности панкратионом занимался я очень успешно, это Платон, я думаю, что он у всех плюс-минус на слуху, он там был как бы победителем, он котировался. Только он известен совсем другими достижениями в философии, а не в панкратионе. Есть такие очень непроверенные данные про Платона, то что он еще своих собратьев по ремеслу, по философии, по науке того времени, он немножко над ними шутил, что вы, ребята, хоть идите тоже заниматься, начните, а то как-то стыдно на вас смотреть. Ну, как-то так. Расскажите, какие все-таки правила существуют, то есть что можно делать в панкратионе, что нельзя? Евгений, может, вы? Больше, наверное, Роберт расскажет по правилам. Ну, в панкратионе нельзя добивать в партере, как в ММА, допустим. Со стойки коленей разрешены? Нет. Колени, да. Локти нет. Ну, колени, в тайском боксе локти здесь нет, локтей нет. То есть, в принципе, арсенал приемов, он больше, чем в других видах спорта боевых или нет? Тут, смотря с какой стороны посмотреть, везде разные правила, где-то что-то разрешено, где-то что-то запрещено. Но панкратион, я как считаю, это более такой благородный вид спорта, потому что там лежачего, и ты не добиваешь, а уже с ним борешься. Поэтому у меня пал выбор вообще на панкратион. Я начал им заниматься, потому что изначально я занимался тоже ММА. Мне более он зашел, этот вид спорта. И я уже потом совместно с ребятами, с тренерами принял решение, что я хочу развивать этот вид спорта в Кировской области, чтобы мальчишки занимались физически, укреплялись, ну и также морально мы собираемся заниматься с ними, проводить беседы, воспитывать их дух и силу. Вот когда готовился к этой программе, обнаружил последние новости о панкратионе в Кирове за 2019 год. То есть получается 2020 год у вас практически выпал, нигде не участвовали, никуда не выезжали из-за пандемии. Сейчас скажу. Насчет этого я точно сказать вам не могу. Я слышал, что была попытка там создать федерацию, решили съездить, попробовать себя, но как бы на этом все и закончилось. Но это была не моя инициатива, я недавно только приехал, я выступал за сборную Питера три года. Ну в принципе удачно. И потом решил все-таки в Киров перебраться, потому что это мой родной город, здесь мои корни. И сейчас будем развивать этот вид спорта. Насколько я знаю, вы сейчас предпринимаете определенные шаги по созданию федерации панкратиона в Кировской области. Насколько уже продвинулись в этом вопросе? Какие вопросы предстоит решить? Какие уже удалось решить? То есть на каком этапе находитесь? Ну сейчас трудно сказать, на каком этапе. Очень много нерешенных вопросов. Но мы их решаем совместно. Конечно, у нас, слава Богу, вроде бы как, очень такая сильная, дружная команда. И взаимопонимание есть. Сейчас, в принципе, основное мы сделали для того, чтобы создалась федерация. И уже залы есть даже на данный момент. С сентября будут два зала функционировать для детей и взрослых. Сейчас вот с третьим залом тоже вопрос решаем. По документам, по всему. И потом уже будем приступать к ремонту. И будет еще один зал. Как бы у нас, мы хотим по всему Кирову распространить этот вид спорта. Давайте проанонсируем и расскажем, а где все-таки, в каких залах можно заниматься панкратионом? То есть, где вы находитесь? Как вас найти? Ну вот, сейчас зал будем оборудовать на Горького. Где прогресс? Стадион прогресс. Там будет зал. И на филейке Чернышевского 7. Еще один зал будет там. Это ДК Дружбы народов имеется в виду? Нет, нет. Нет? На Чернышевской 7 это филейка. Все, понял, понял, понял. Насколько я знаю, совсем скоро у вас состоится турнир по панкратиону. Вот расскажите о нем. То есть, сколько человек примет в нем участие? Какие особенности у него будут? Откуда приедут участники? Или, может быть, будут только кировские спортсмены? Да, вот я принял решение провести чемпионат области. Хотя мог дождаться, когда я уже в должность вступлю. Но я решил пойти по трудному пути. Решил провести чемпионат области. Приедут судьи с Москвы всероссийской категории для того, чтобы провести семинары, обучить наших тренеров. Потому что у нас вообще нет тренеров по панкратиону. В турнире сейчас точно не могу сказать, сколько будет участников. Потому что до конца недели еще заявки отправляют. Поэтому, ну, приходите все, кто заинтересован. Когда состоится турнир? В сроке? 3-4 сентября. 4 сентября будет турнир. А скажите, сами планируете участвовать? Евгений, будете принимать участие, например, вы? Или будете только зрителем? Или, может быть, кого-то тренировать? Будете готовить к турниру? Есть бойцы, которых мы выставим. Сам не планирую. Тимур, может быть, вы будете принимать участие? Я учеников буду выставлять. Учеников. А у вас много сейчас учеников уже? Смотря, ученики выступают по разному профилю. То есть ученики – это как не однородный коллектив. То есть пока что я планирую от трех до пяти учеников выставить. Есть там команды, которые выставят гораздо больше. То есть наша задача, допустим, у меня есть фокусировка на продолжать выступать по борьбе. Да, у меня раздел грэплинг. А ребята очень активно сейчас выступают по смешанному единоборству. И сейчас очень здорово то, что появилось еще одно направление, потому что турниров сильно не хватало. Есть такой феномен, когда спортсмен обладает навыками и не выступает, он перегорает психологически. А когда турниры будут часто, и турниры будут по смежным дисциплинам, то в Кирове спорт единоборства будет очень расти. И поэтому очень хорошо то, что Роберт, он еще там свою должность не сказал, кем он там будет. Очень много мы еще не рассказали. Но то, что еще один человек взял ответственность за развитие целого направления, это очень здорово. Вот вы сказали, упомянули уже и грэплинг, в том числе. Есть ли какая-то конкуренция между этими видами единоборств или мирно сосуществуете и принимаете участие в различных соревнованиях? Это наоборот, это взаимная польза. То есть, допустим, грэплинг – это раздел, который фокусируется на том, что происходит в партере. Там есть элементы борьбы в стойке, но сама борьба в стойке, она все-таки посильнее будет в греко-римской, в вольной борьбе и так далее. И, допустим, ребята, которые будут заниматься панкратионом, и они, к примеру, обратятся ко мне или еще к ребятам, которые преподают в городе Кирове партер, то они прокачают свой скилл, свой навык, и потом в панкратионе себя покажут еще лучше. Поэтому у нас тут именно такое полезное сотрудничество. А вот такой вопрос. Кому в панкратионе будет легче? Классическому греко-римскому борцу, борцу грэплинга или кому-то еще? То есть, вот арсенал, кого более такой будет удачный вот в панкратионе? Вот у меня есть такое, мое личное убеждение, то, что стиль представляют именно характеры люди и бойцы. То есть, есть, допустим, там каратист, с которым ты вообще, будучи даже вольником, не захочешь связываться, да? Там есть там ребята, кто представляет там исключительную ударку, и они тоже не захотят с борцами связываться. И наоборот. То есть, мое мнение, что личность, ее качество представляют стиль, и стиль уже потом за ним идет. То есть, в принципе, тот арсенал, который есть у бойца, он, наверное, не так важен. Важны его внутренние какие-то качества. Получается так? И очень важен тренер-преподаватель, как он подберет навыки. То есть, если ты смотришь, что парень будет хорошо бить, он надо его этому научить. Если хорошо бороться, пускай борется. Роберт уже сказал, что у нас в Кировской области, к сожалению, пока судей по панкратиону нет. Но тренерский состав, он, тем не менее, пока подбирается. То есть, и вы, в том числе, будете бойцов готовить. То есть, в этом проблем, как я понимаю, пока нет. Да нет. Нету проблем. Проблема только в залах, наверное, в каком-то финансировании. Но будем это все решать совместно. Ну, как я понимаю, вам для занятия панкратионом нужны стандартные залы для греко-римской борьбы. То есть, они ничем не отличаются. И татами тот же самый. Правильно я понимаю? Да. То есть, в принципе, никаких особенностей для занятия панкратионом нет. То есть, чего-то докупать для спортивных залов не требуется. Нет, не требуется. Ну, в таком случае я прошу наших радиослушателей обратить внимание на такой вид спорта, как панкратион. Даже если вы о нем ни разу не слышали, пожалуйста, почитайте. Потому что, когда я вчера погрузился немножко, совсем не глубоко в эту тему, она меня достаточно сильно захватила. И я, честно говоря, для себя открыл много нового. Потому что я не знал, что панкратион, он существовал еще в древнем Риме. До нашей эры. И один из первых видов спорта, который принимал участие в Олимпиаде. Но, к сожалению, там в конце 19 века человек, который возрождал у нас Олимпийские игры, Барон Декубертен, он, к сожалению, панкратион, именно панкратион почему-то не включил в Олимпийские игры. И с того времени пока он этого статуса не имеет. Хотя, я думаю, что вполне заслуживает этого. Ну, все к этому и идет. Кроме нашего региона панкратион в других разных регионах развивается и очень активно, я бы сказал. А куда вы успели съездить, может быть, на турниры по панкратиону? Своих ребят готовили или сами выезжали? Ну, я когда выступал в сборную Питера, мы ездили очень много на каких-то турнирах, турнирах, Кубок России ездили, международные турниры выступали. Поэтому опыта у меня достаточно. А есть ли какие-то регионы, которые лидируют в развитии панкратиона? Какие-то регионы, которые назвать можно локомотивами этого вида спорта? Да, можно назвать. Хабаровский край, Москва, Санкт-Петербург, Самара. Киров далеко от них? В плане? В плане подготовки, в плане результатов, борьбы за высокие места. Тимур так улыбается, похоже, далеко. Сейчас трудно говорить это. Сейчас трудно, потому что мы еще не конкурировали с этими регионами. Но я скажу, что у нас неофициально ездили, вот в 2019 году как раз вы говорили, парни довольно очень хорошо выступили. Но там им разряды не присвоили никакие, потому что не было федерации. Поэтому я думаю, что мы очень за короткий срок покажем результаты, и все это увидят. Ну, я думаю, предстоящий чемпионат области, который у нас в начале сентября пройдет, это такой первый шаг для развития видов спорта в регионе. Ну и, соответственно, для того, чтобы навязать через какое-то определенное время конкуренцию ведущим спортсменам нашей страны. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю участников программы. Напомню, что сегодня в студии были Тимур Гулямов, Роберт Гасымов и Евгений Козловский, любители Панкратиона, его люди, которые развивают этот вид спорта. Я желаю вам удачи в вашей нелегкой работе, в вашем труде и новых побед на татаме. Большое спасибо. С вами была программа «На спорте» и ее ведущий Антон Погодин. До свидания. До свидания. На спорте 6 плюс